Житель деревни Вижас 24-летний Алексей Бобриков прославился благодаря своему увлечению, которое сегодня стало неотъемлемой частью его жизни. Спортсмен настолько виртуозно исполняет трюки на своем мотоцикле, что теперь о его таланте знают не только в родной деревне и Ненецком округе, но и далеко за его пределами. Тему продолжит Ирина Никешина. В свободное от работы время Алексей Бобриков оттачивает свое мастерство, покоряя новые вершины. Тренировочную площадку в родной деревне он оборудовал собственными силами. В ход идут старые бочки, бревна, но и это далеко не предел его возможностей. О своем увлечении Алексей охотно рассказывает на собственном YouTube-канале Вижас. Благодаря этим видеороликам о таланте заполярного гонщика узнали далеко за пределами Ненецкого округа. Мы гонки пригласили в первый раз в прошлом году. У меня увидели видео, я выкладывал на рейки и пригласили поучаствовать. Там все получили, билеты, проживание. Я съездил на две гонки. В прошлом году в Питере я поездную гонку поехал, но там мне было очень далеко, у меня первая гонка была. А в Калуге на Буйных я приехал 22-й где-то и 60 человек. Но в прошлом году легче было. В этом году Алексей впервые участвовал на чемпионате России по экстремальному эндуро-2019 «Буйные есть». На старт вышли более 160 человек. Наибольшая конкуренция была в классе «Эдвенче», в котором выступал наш гонщик. Там за победу соревновались 108 спортсменов. Единственный представитель деревни Вижас и Ненецкого округа по итогам двух дней в основной гонке пришел 47-м. Добавлю, что в этом году на чемпионате России мотоцикл Алексею предоставили организаторы. А собрать необходимую сумму на билет до Калуги помогли единомышленники из других регионов. Ребята активно общаются в одной из групп соцсети ВКонтакте. В прошлом году с их помощью спортсмен из Вижаса приобрел себе мотоцикл.